Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Сегодня гость программы, исполняющей обязанности начальника ОГИБДД Управления ВД России по городу Самаре, подполковник полиции Александр Александрович Дерябин. Ну, во-первых, спасибо большое, что несмотря на горячие денечки, когда гололед, заморозки и, понятно, обстановка на дорогах осложнилась, тем не менее, вы нашли время встретиться в этой студии, ответить на мои вопросы. Ну, а для начала я вас приветствую, здравствуйте. Добрый день. Александр Александрович, ну, согласитесь, конечно, и все ведомства и службы об этом говорят, что 2020 год выдался очень непростым. Скажите, пожалуйста, прежде чем перейти к цифрам этого года, какая ситуация с аварийностью была на дорогах к году прошлом? Действительно, 2020 год отметился своими коррективами, всем известные меры ограничения были введены. И в этой обстановке хочется отметить, что цифра аварийности показывает, что они снизились по сравнению с 2019 годом. За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 1172 ДТП, в которых 42 человека погибли и 1419 получили телесные повреждения различной степени. В 2020 году мы наблюдали снижение по количеству ДТП на 146 фактов, а по пострадавшим на 200 фактов. То есть цифры говорят сами за себя, несмотря на сложную обстановку в стране, на дорогах, получилось добиться снижения показателей аварийности по основным цифрам. Хочется отметить, что из общего количества ДТП основными видами является у нас это столкновение на езды на пешеходов. Соответственно, 450 и 520 фактов относительно друг друга. Но, несмотря на то, что это основные виды ДТП, если сравнить с 2019 годом, их количество опять же сократилось на 50-70 фактов. То есть даже основные позиции, даже основные виды ДТП имеют тенденцию к снижению. Это очень хорошо, цифры. На самом деле, то, что они уменьшаются, это радует. Скажите, пожалуйста, а вот вы видите, какие основные причины, почему эти цифры снижаются? Ведь наверняка есть несколько факторов. Давайте мы об этом поговорим. Какие основные вы назовете? Ну, сначала хочется дополнить, что основными причинами совершения ДТП остаются, как вот, не прискорбно говорить, Банальные нарушения ПДД – это нарушение правил сигнала стафора, выезд на сторону, предназначенный для встречного движения, переход в неустановленном месте и непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Вот. С целью сокращения ДТП-6, с целью пресечения данных видов нарушений, госинспекции неоднократно проводились, проводятся и будут проводиться целенаправленные мероприятия, проведением которых как раз и достигаются меры по пресечению нарушений, снижению показателей аварийности, и которые являются наиболее действенным способом в настоящее время. Ну, и наверняка, наверное, мы не можем обойти этот вопрос. Это вопрос национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Наверняка еще и этот фактор имеет место быть, почему все-таки аварийность снижается. Второй год реализуется, вернее, два года уже прошло, да, как этот проект реализуется на территории Российской Федерации. Вот если касаемо нашего города, какие итоги уже сейчас можно подвести, Александр Александрович? Действительно, 7 мая 2018 года был опубликован, подписан указ президента о стратегических целях и стратегических задачах и развития Российской Федерации до 2024 года, в рамках которого был подготовлен национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Есть несколько целей, которые должны быть достигнуты в рамках данного национального проекта, но вот касаемо госинспекции два непосредственных направления. Это снижение аварийности, снижение очагов аварийности по сравнению с 2017 годом и снижение смертности в три с половиной раза. А в 2030 году нулевая смертность. Должна быть. Планируется тогда. В настоящее время реализовываются различные мероприятия. Есть различные мероприятия по приведению уличной дорожной сети в нормативное состояние. Вот проектно-инженерное мероприятие по совершенству уличной дорожной сети, которым как раз и достигается цель по устранению очагов аварийности. Хочется напомнить, что очаг аварийности – это у нас место концентрации дорожных танковых происшествий, где произошло три ДТП одного вида, либо пять ДТП различных видов, при которых пострадали люди относительно перекрестков, либо участков дорог в городах в протяженности 400 метров. Вот хочется отмечить, что в 2019 году, по итогам 2019 года, было 51 очаг аварийности. По прошествии 2020 года, по реализации ряда комплексных мероприятий, которые были, опять же, запланированы и предложены госинспекцией для снижения аварийности и устранения очагов аварийности, которые были реализованы. И в настоящем году мы можем констатировать, что очагов аварийности снизилось до 24. Соответственно, видно, что от этих целей, от этих мероприятий есть действенный эффект. Действенный эффект. Вот не могу с вами не согласиться, однако хочу очень задать вам вопрос по поводу вот как раз этих очагов аварийности. Правильно ли я вас поняла, что если на одном и том же перекрестке произошло три и более аварии с смертельным исходом, с пострадавшими, с летальным исходом, то предпринимаются меры. А какие меры? Устанавливаются ли, может быть, надземные пешеходные переходы, если пострадал пешеход? Либо устанавливаются светофоры? Либо какой комплекс мер предпринимается, чтобы вообще нивелировать вот эту ситуацию? Все зависит от характера дорожно-транспортного происшествия и от причин совершения. Предлагаются различные инженерные мероприятия, как от малозатратных, так и высокозатратных, требующих материальных и временных вложений. Но хочется сказать, что есть конкретный пример. Например, пересечение масляника-подшипникова. На данном перекрестке постоянно были столкновения, причиной которых являлось нарушение очередности проезда. Путем изменения режима работы сигнала светофора, путем введения того, что на данном перекрестке на нескольких секунд теперь во всех направлениях загорается красный сигнал светофора, мы добились того, что перестали возникать спорные ситуации, когда два водителя едут на зеленый, когда два водителя проскакивают на желтый. Теперь ситуация, нет неспорных ситуаций на данном перекрестке. Как второй пример, это остановка «Кристалл» улицы 22-го партия съезда. Учитывая расположение вблизи рынка, учитывая учебные учреждения, были наезды на пешеходов на нерегулированные пешеходные переходы. В рамках национального проекта «Безопасно-качественные автомобильные дороги» было принято решение, было предложено администрации модернизировать остановку общественного транспорта, выделить ее над проезжей частью, установить регулированный пешеходный переход. И после реализации этих международных мероприятий на данном участке у нас не зафиксировано больше дорожных транспортных происшествий, связанных с наездом пешеходов. Это только часть из тех мероприятий, которые нам позволили свестили к нулю, либо снизить существенно цифру аварийности на конкретных участках дорог. Спасибо большое, Александр Александрович. Следующий вопрос хотелось бы посвятить рейдам, или как вы называете мероприятиям, которые проводят ваши коллеги, сотрудники ГИБДД. И периодичность летом, ну это в основном, наверное, да, тонировка, зимой это вот как раз нечитаемые номера, рейды как раз по выявлению нетрезвых водителей и так далее, и так далее, у вас их очень много. Скажите, пожалуйста, вот в зимний период каким мероприятиям уделяется особое внимание, ну и, конечно, почему? Как указалось ранее, рейды мероприятия, групповой метод несения службы, массовая остановка водителей на предмет выявления нетрезвого состояния, это было и остается самым действенным мерой профилактики пресечения административных правонарушений. Всего за 2020 год у нас было проведено порядка 200 рейдовых мероприятий различной направленности, это и контроль трезвости, и пешеходный переход, и детское удерживающее устройство, и ремень безопасности, и тренировка. В зимний период количество мероприятий, ну, как правило, не сокращается, просто немножко меняется специфика, но остается, опять же, контроль за выявлением водителей нетрезвого состояния, от этого никуда не деться. Данное мероприятие проводится еженедельно, вот, один-два раза в неделю, вот, все зависимо, опять же, от анализа аварийности, от погодных условий, тем не менее, тоже вносит свои коррективы. Вот, рейды на пешеходных переходах тоже являются неотъемлемой частью нашей деятельности, потому что, как я указывал, наездные пешеходов остаются одним из основных видов дорожных транспортных происшествий, поэтому профилактика связана с пересечением нарушений водителям, водителями, которые не пропускают пешеходов на пешеходные переходы, которые не снижают скорость при проезде пешеходных переходов, и, в свою очередь, также со стороны пешеходов, которые нарушают правила, переходя проезжающиеся в неустановленные места, не запрещающиеся настафоры. То есть с пешеходами работу вы тоже проводите? Конечно, конечно, но наездные пешеходы, это вообще, как говорится, ДТП, связанное с виной не только водителя, но зачастую тоже и виной пешехода, потому что у нас пешеходы не всегда готовы дойти до пешеходного перехода, пройти лишние 50 метров, не всегда они ответственно относятся к своей жизни, к своему здоровью, когда выходят на проезжую часть не оглядываясь, когда заняты разговором по телефону, в наушниках, в зимний период это различные капюшоны. Понятное дело, что есть ситуации, когда у нас пешеходы пользуются преимуществами, это пешеходные переходы, переход проезжающийся на пешеходные переходы, но тем не менее, все-таки тоже не хочется забывать, что водитель управляет источником повышенной опасности, управляет автомобилем, который не всегда может вовремя остановиться. Понятное дело, что это связано и с навыками самого водителя, и с дорожными условиями, с техническими условиями, с техническим состоянием автомобиля, но тем не менее, элементарные правила перехода проезжающего счастья, оглядеться по сторонам перед выходом, убедиться, потом начать движение, все-таки хотелось, чтобы им пользовались регулярно. Спасибо большое. Я сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. Мой коллега побывал с вами на очередном рейде, и давайте все вместе посмотрим, как это было. Дисциплина на дороге начинается с мелочей. Чистый госномер на автомобиле – обязанность каждого участника движения. В это утро Леонид спешил по делам, и его, в числе первых, остановил инспектор ГИБДД. Обледенелые автомобильные номера, буквы и цифры не читаются. Но есть смягчающие обстоятельства – погодные условия. Причину остановки знаете, да? Да. То, что не считаемый госномерат. Да. Ну, как так получилось вообще? Ну, потому что сначала было мокро, потом мороз, потом снегопады, я машину поставил, она в сугробе. Это все на липу, и все, теперь только смывать. В итоге Леонид отделался предупреждением, а номера пришлось очистить. Такое легкое наказание предусматривает первая часть статьи 12.2 Кодекса административных правонарушений. Если удастся доказать, что водитель закрыл номера намеренно, то в силу вступает вторая часть той же статьи и более суровые санкции. Штраф от 500 рублей до 5000, и даже временное лишение прав. По злостным, которые госномера залепляют какими-либо предметами или, значит, снегом в настоящее время, статья предусматривает лишение от месяца до трех. Соответственно, фиксируется на фотофиксацию и, значит, вставляется протокол. Потом материал направляется в суд. Напомним, что нечитаемыми являются номера, на которых в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву с передней и задней стороны автомобиля. По данным ГИБДД, за весь прошлый год зарегистрировано порядка 500 подобных нарушений. 80 автомобилистов заплатили штрафы и временно лишились прав. С начала этого года сотрудники госавтоинспекции составили более 30 протоколов. Не менее злободневная тема. В этом году прошли очень сильные снегопады и во многих соцсетях жителям к вам было очень много обращений. Скажите, пожалуйста, Александр Александрович, какие меры принимались в связи с этим госавтоинспекцией? Действительно, прошедшие снегопады в первой декаде января породило много недовольства граждан, зачастую обоснованных. Хотелось бы просто напомнить, что в соответствии с федеральным законом 257 об автомобильных дорогах и дорожных действий в Российской Федерации дорожные действиями и мероприятия по совершенству уличной дорожной сети, по содержанию уличной дорожной сети в нормативном состоянии ложится на бремя органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, юридических и физических лиц, являющихся собственными автомобильными дорогами. И хочется отметить, что госавтоинспекцию в качестве надзорных мер, в качестве надзора за уличной дорожной сетью по результатам этого снегопада было вынесено порядка 230 предписаний, необходимых к исполнению, направленных в адрес администрации, обслуживающих организаций и иных собственных дорог, о необходимости переведения уличной дорожной сети в нормативное состояние. Есть определенные требования касаемо уборки. Например, что снег должен убираться в течение шести часов после окончания снегопада. Складироваться снежные валы должны вне проезжей части, чтобы не была ограничена видимость около пешеходных переходов, около остановок общественного транспорта, на перекрестках или в треугольных видимости. Но зачастую данные требования не всегда выполняются. В связи с этим в госинспекции за январь месяц было составлено порядка 50 протоколов в отношении должностных лиц и порядка 100 протоколов в отношении юридических лиц как раз за нарушение нормативов по зимнему содержанию уличной дорожной сети. Ответственность за содержание уличной дорожной сети вне нормативного состояния предусмотрена статьей 12.34 кодекса об административных правонарушениях. И хочется сказать, что там такие довольно-таки существенные санкции в виде штрафа, когда на должностное лицо накладывают штраф в размере от 20 до 30 тысяч, а на юридические лица от 200 до 300 тысяч. Я прошу прям сразу вас сейчас привести конкретные примеры вот не исполнения своих обязательств как вы сказали юридическими и физическими лицами, но проще говоря вот в быту, в жизни за что можно получить такой штраф? В быту, в жизни ну, когда мы видим, когда мы видим, что на проезжей части складирована снежная масса, это является нарушением условий содержания лично-дорожной сети, выдается собственник дорогу, дороге предписания с конкретными сроками необходимости устранения данного недостатка, столица протокола, как я указывал, в статье 12.3.4, и если предписание не выполняется в установленный срок, то составляется, соответственно, и принимаются меры по привлечению виновного должностного или юридического лица по статье 19.5. Конкретные примеры, ну, я говорю, что отношения... Ну, проще говоря, если от своей территории, да, человек очистил снег и вывалил его, ну, проще говоря, на дорогу, да, и это зафиксировано сотрудниками, в данном случае, конкретном примере у вас это будет вина физического лица, который непосредственно, ну, если расчистил подход своему дому, тропинку, а все это, весь снег вытянут на проезжую часть. Да. Вот. Но мы говорим еще, опять же, о собственных дорогах, это все-таки говорим о органе местного управления либо обслуживающей организации. Хорошо. Спасибо. С этим понятно. Вот я хотела бы с вами еще поговорить вот на какую тему. Конечно, согласитесь со мной, что в последнее время делается ставка на выявление нарушений в автоматических режимах, ну, проще говоря, камеры, но вот пьяных водителей все-таки еще ни одна камера не выявит. Актуальная очень проблема. Расскажите, пожалуйста, вот какие инструменты еще могут быть использованы в борьбе с нетрезвыми водителями? Никакого другого способа лучше, чем остановка транспортных средств, общение с водителем, внимание за его реакцию, за его поведением. Еще не придумали, да? Еще не придумали, да? С этой целью проводятся различные формы несения службы на рядом ДПС, как скрытые, так и на постах и прошли на маршрутах патрулирования. Неоднократно, наверное, наблюдали в городе, когда сотрудники выстраиваются в длинные цепочки и осуществляется полная массовая остановка транспортных средств, двигающихся в направлении. Это один из способов контроля, называется групповой метод несения службы, связанный с максимальным количеством остановленных транспортных средств, проверенных, действенных, да? В данном случае процесс общения занимает довольно-таки короткий премьеруток времени, где простыми обычными вопросами можно понять состояние водителя, реакцию его. Некоторые водители, конечно, реагируют не совсем дружелательно, но, опять же, хочу сказать, что большая часть водителей относится к этому с пониманием. Ну и не менее злободневный вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки культура поведения детей на дорогах, самое дорогое, что в жизни у нас есть, конечно, это дети. Позволяет ли сегодня говорить об улучшении ситуации именно поведения детей на дорогах? Какие цифры года того? И есть ли уже, может быть, что-то предварительное в году этом? Что касается детского дорожного транспорта, травматизма, хочется отметить, что по итогам 2020 года мы имеем положительные цифры, положительную тенденцию к снижению дорожного транспорта и происшествия с участием детей. По итогам 2020 года зафиксировано 159 ДТП, в которых 169 несовершеннолетних пострадали. Если сравнивать с 2019 годом, то количество ДТП сократилось на 23 факта, а количество пострадавших детей сократилось на 37 фактов. Это очень хорошие цифры, это, опять же, результат работы, плодотворной, кропотливой работы в плане пропаганды безопасности дорожного движения, именно в частности детского дорожного травматизма. Из всех этих ДТП 169 58 детей несовершеннолетних у нас являлись пассажирами, то есть пассивные участники дорожного движения. В 93 случаях несовершеннолетние были у нас в качестве пешеходов. из 93 случаев в 23 случаях были в сопровождении взрослых. Остальные дорожные происшествия приходятся на летний период, где у нас дети были велосипедистами. Если у нас летом велосипедисты продолжают не спешиваться перед пешеходными переходами, чем создает, опять же, угрозу жизни и здоровью своему в первую очередь, то в остальных 93 случаях, где у нас дети являются пешеходами, и эти ДТП происходят круглогодично, здесь, опять же, хочется отметить, что не всегда пример родителей пример родителей показывает, как правильно ребенку нужно действовать в какой-либо ситуации. Ну что же, спасибо вам большое, что нашли время, еще раз вас благодарю и пришли к нам в студию, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, пожалуйста, берегите себя и своих близких, удачи на дорогах, всего хорошего, до свидания.